Всем привет, на связи обучающий центр Beylix с информационным проектом записки вебмастера. В этом видео вы узнаете о том, как вообще можно создать интернет-магазин максимально быстро, дешево, без головной боли. То есть вы получите чек-лист по быстрому старту в сфере электронной коммерции. И так полетели. В настоящее время очень многие начали задумываться о том, как бы создать свой небольшой бизнес, который бы приносил хотя бы для начала какую-никакую прибыль. В первую очередь сюда на передний план выходит вопрос, а чем же все-таки заниматься. Но как правило над этим вопросом долго не думаю, так как абсолютно всем понятно, а кому не понятно, тот изучив данный вопрос, очень быстро приходит к утверждению, что в нынешних реалиях современной жизни лучше всего заниматься торговлей. Да, конечно, это проще, чем производство или оказание услуг. Здесь не нужно ничего выдумывать или быть экспертом в какой-либо области. Все же было придумано давно за нас. Просто внедряете готовую схему, то есть покупаете оптом подешевле, а продаете в розницу подороже. Итак, чем заниматься мы выбрали? Дальше возникает следующий вопрос. А через какую площадку осуществлять реализацию? В оффлайне или в онлайне? Аренда магазина, нанятый персонал, наружная и другие виды рекламы, различные административные расходы. Вот что вас ждет в оффлайн бизнесе или продажи в интернете. При этом вам необходимо создать онлайн площадку для продажи и понести расходы на рекламу в интернете. Итак, на чаше весов два выбора. С одной стороны ограниченный потенциал в трафике в виде клиентов, который находится в небольшой удаленности от торговой точки, а с другой трафик в виде людей со всего мира. В современных условиях, конечно же, человек убирает второй вариант и как следствие переходит в интернет для создания своего бизнеса по перепродаже товаров. Но тут возникает еще один вопрос. Что использовать в виде своей площадки, сайт, социальные группы или бесплатные доски объявлений? Скоро ему становится понятно, что для получения более или менее нормальных результатов необходимо осуществлять продажи через сайт, а конкретно через интернет-магазин. Но как его создать, сколько это вообще будет стоить и как не запутаться во всем этом варианте неизвестности? В этом вам поможет этот ролик, в котором я вам расскажу о самых проверенных и наилучших способах создания интернет-магазина. Тут будут как дорогие решения, так и довольно дешевые подходы и вообще бесплатные. Существует три основных способа создания интернет-магазина. Это создание самостоятельно с собственными руками, создание профессиональных студиях и обращение за помощью к фрилансерам. Итак, поехали, переходим к первому способу. Знакомьтесь, самый популярный способ, набирающий огромные обороты в последнее время, это создание интернет-магазина с собственными руками на CMS WordPress. Что же такое WordPress и как вообще создать магазин этим способом? WordPress это по факту движок для сайта, предназначенный специально для того, чтобы люди ничего не понимающие в программировании и верстке создавали современные классные многофункциональные интернет-магазины своими собственными силами по цели, которые стоят перед электронной коммерцией. Как же создать магазин с помощью этой CMS? Алгоритм довольно простой. Вам нужно сначала создать платформу для размещения магазина, то есть мы открываем доменное имя и подключаем хостинг, на котором собственно и будет размещаться наша платформа. Доменное имя это ваш адрес в интернете, а хостинг это пространство, на котором размещен ваш магазин. Домен вам примерно обойдет в зоне RU в 180 рублей в год, а хостинг 250 или 300 рублей в месяц. Если вы не знаете как создать домен и хостинг, то ссылка на мой урок будет в описании. Итак, у нас уже есть домен и хостинг, затем нам нужно создать сайт в рамках нашего домена и хостинга. Это также делается на стороне хостинг провайдера, предоставляющего вам услуги хостинга. После этого мы устанавливаем CMS WordPress на сайт, переходим в панель администратора, устанавливаем тему оформления дизайна и подключаем необходимые плагины, которые призваны разнообразить ваш магазин особенным и дополнительным функционалом. То есть с помощью этих плагинов можно будет, например, установить для сайта функционал магазина, настроить всплывающую форму обратной связи или, например, создать анимацию на сайте, а также многое другое. Когда все программное обеспечение настроено, мы переходим к настройке интерфейса магазина. Создаем необходимые страницы, посты, то есть записи и формируем каталог товара вместе с их категориями. То есть по факту мы наполняем наш магазин контентом. Делается это очень просто посредством ввода информации в специальных областях и кликом мыши по нужным кнопкам. Все очень просто, никакого применения кода от вас не понадобится. И что самое главное, ваш магазин будет уже по умолчанию адаптирован под мобильные устройства. Пример магазинов, которые вы можете разработать на WordPress, вы можете посмотреть по ссылкам, которые я размещу под видео. Конечно же человеку, который никогда не сталкивался с системой WordPress, разработать магазин с первого раза будет довольно сложно. Поэтому специально для всех тех, кто не доверяет сторонним исполнителям и абсолютно не жаждет платить им за это солидные деньги, и кто хочет во всем разобраться самостоятельно, сделать все это очень быстро и качественно, я разработал обучающий закрытый интенсив «Карманная коммерция». Ссылка на него в описании. Данный интенсив я создавал очень долго, потому что хотел создать что-то по-настоящему качественное, эксклюзивное и понятное абсолютно всем. У меня это получилось. По ценности опыта, которым я делюсь со всеми участниками, и пошагово показываю, как по моей личной методике разработать современный магазин с расширенным функционалом, ничего подобного на всем пространстве интернета просто не существует. На интенсиве я вам покажу, как создать каталог товара, как с простыми и акционными товарами, так и вариативными. Также вы узнаете, как настроить многоуровневую иерархию категории товаров и навигационного меню, как создать вплывающую форму обратной связи, как настроить различные варианты оплаты и доставки товаров, как установить менеджера, который будет на автомате управлять остатками товара на складе, и еще очень много полезных фишек и практического опыта. Программа точечная, без воды. Кроме того, я лично работаю с каждым участником, что является гарантией того, что мы доведем вашу платформу до совершенства. А какова же стоимость участия, спросите меня вы. Она очень скромная, всего лишь 3000 рублей. В общем, если стало интересно, то кликаем по ссылке под видео. И знакомимся более подробно с программой обучения. А мы идем дальше. Второй самый дорогостоящий способ создания магазина, это обращение в профессиональные веб-студии. Стоимость сайта этим способом варьируется от 35000 рублей и может легко доходить до нескольких сотен. Все зависит от магазина, который вам нужен, то есть от его функционала, а также решающим фактором является уровень студии, в которую вы обратились. По срокам вам создадут магазин примерно от месяца до неизвестного времени, вплоть до того, что разработка может доходить до года. Все также зависит от уровня и порядочности сотрудников в студии, в которую вы, соответственно, обратились за помощью. Схема работы примерно следующая. Вы обращаетесь в студию, менеджер вместе с вами составляет техническое задание, после чего разрабатывает макет магазина, после утверждения макета ваш заказ попадает к дизайнеру, который отрисовывает интерфейс вашей платформы. Кстати, очень часто макет составляет сам дизайнер. Затем проект попадает к верстальщику, который разрабатывает страницы вашего магазина, то есть создает сайт в HTML-формате. После того, как созданная оболочка магазина утверждена вами, проект отдают на завершающую стадию бэккэнт-разработчику, который программирует ваш магазин, то есть настраивает все переходы, различный функционал и автоматизирует стандартные рабочие процессы на сайте, такие как добавление нового товара, новой страницы или записи. Вот так. Главным плюсом этого метода создания магазина является то, что вы получите качественный многофункциональный интернет-магазин, конечно же, если попадете в нормальную профессиональную студию. А главным минусом является кабальная стоимость создания и довольно долгие сроки разработки. Этот способ подходит всем тем, у кого на старте есть солидная сумма денежных средств. Если денег особо лишних нет, то вам подойдет первый или третий способ. А вот и он. Этот самый третий способ. То есть создание магазина с помощью фрилансеров. Итак, кто такие фрилансеры? Фрилансеры это по факту те же программисты, верстальщики и веб-дизайнеры, но только работающие на себя удаленно за более скромные вознаграждения, чем в студиях, и оказывают услуги через биржи фриланса. А на каких биржах можно найти этих фрилансеров? Я вам рекомендую присмотреться к сайту могу.за, freelance.ru, fl.ru или варкзила. Ссылки на них будут в описании. Итак, а как же строится работа на этой бирже? Все очень просто. Вы выставляете техническое задание на создание магазина, затем вносите на свой счет на сайте этой биржи необходимую сумму денежных средств, которую считаете для себя вполне оптимальной в качестве вознаграждения за работу и которую указывали в своем техническом задании. После этого десятки или даже сотни фрилансеров слетаются на ваше предложение, описывают свои преимущества, демонстрируют портфолио и выдвигают свои предложения по цене и сотрудничеству. Вы отбираете нужного кандидата, предлагаете ему начать работу над вашим проектом, то есть утверждаете его в качестве исполнителя, после чего, если фрилансер действительно заинтересован вашим предложением, он подтверждает ваше назначение его в качестве кандидата. Затем деньги, которые вы вносили в качестве вознаграждения за работу, на свой счет замораживаются на сервисе, после чего фрилансер приступает к выполнению задания. Далее, когда работа над проектом закончится, исполнитель передает вам работу на утверждение. Если вас что-то не устроит в разработанном для вас интернет-магазине, то вы передаете проект на доработку фрилансеру, а он, в свою очередь, производит изменения и отправляет результат снова к вам на утверждение, и так до тех пор, пока вас не устроит конечный результат. После того, как вас полностью устроит разработанный для вас сайт, вы принимаете работу, кликнув по соответствующей кнопке в рабочей области задания, оставляете отзыв по работе фрилансера, и, соответственно, денежные средства, которые были заморожены, перечисляются на счет исполнителя, а он, соответственно, оставляет вам также отзыв, где характеризует вас в качестве заказчика. После этого работа над созданием магазина считается завершенной. А сколько же стоит создать магазин на фрилансе? Какие исполнители будут участвовать в разработке? И может ли все эти этапы разработки провести один и тот же человек? Итак, давайте разбираться. Цены на создание магазина вообще разные. От примерно 10 тысяч рублей до той же сотни тысяч. Все зависит от исполнителя. Если стоимость создания магазина вам фрилансер озвучивает до 30 тысяч рублей, то, скорее всего, он будет использовать такие инструменты создания платформы, как CMS-системы, например, WordPress или OpenCard, а то и вообще соберет вам магазин на всяких конструкторах. В этом, конечно, нет никакого смысла при обращении к такому специалисту, ведь данные системы были специально созданы в разработке магазинов людьми, не владеющими навыками программирования и верстки. То есть это такие отличные способы создать магазин своими руками. А так, если стоимость магазина озвучивается от 35 тысяч рублей, то, скорее всего, вам создадут магазин на чистом коде, без всяких конструкторов. А что по срокам и качеству? Сроки исполнения могут двойкратно превышать сроки разработки по сравнению с заказами в студии. По качеству исполнения все зависит от конкретного исполнителя. Тут вам могут создать как современную многофункциональную платформу, так и не совсем, так скажем, конфетку. Теперь по исполнителям. Существуют две основные схемы разработки магазина на бирже фриланса. Первая схема предусматривает использование трех исполнителей. Во-первых, для начала вам нужно создать макет и дизайн своего магазина. Поэтому вы обращаетесь за помощью к веб-дизайнеру. Его услуги на фрилансе вам обойдутся примерно в среднем от 10 тысяч рублей. Затем с готовым дизайном мы обращаемся к верстальщику, который должен будет все материалы, созданные дизайнером, превратить в HTML и другие файлы и документы. То есть по факту после верстки вы получаете уже файлы почти готового магазина, но еще не функционирующего. Стоимость услуг верстальщика обойдется примерно 15 или 20 тысяч рублей. Для того, чтобы вдохнуть в магазин жизнь, нам необходимо настроить функционал попадания товара в корзину, автоматизировать процессы добавления страниц, постов товара, их категорий, а также настроить многие другие вещи. За этим всем мы должны обратиться к программисту, то есть к бэкэнд-разработчику, владеющему языками PHP и JavaScript. Стоимость услуг бэкэнд-разработчика вообще зависит от капризов самого разработчика и составит примерно, наверное, в районе 20-ки. А так суммы вообще хаотичные. Итак, что мы имеем? При сотрудничестве со всеми тремя специалистами, которые являются профессионалами своей области, создание интернет-магазина на бирже фриланса нам обойдется минимум в 35 тысяч рублей. То есть по факту мы выходим на ту же минимальную границу оплаты услуг в студии, но в основном предприниматели, которые приходят для разработки магазина на фриланс, хотят сэкономить и максимально упростить и упорядочить разработку сайта. Поэтому они обращаются к одному специалисту, а тот уже в рамках своей компетенции осуществляет работу либо самостоятельно, по всем направлениям разработки, либо делегирует, например, вопросы дизайна и верстки специалистам, с которыми сотрудничает на постоянной основе. То есть, например, если фрилансер работает самостоятельно, то примерно берет за свою работу от 18 тысяч рублей. Если же делегирует некоторые процессы разработки, то такое сотрудничество обойдется вам примерно от 30 тысяч рублей. То есть он рассчитывает получить 30 тысяч рублей за заказ. Но при этом дизайнеру он платит за работу примерно 5 тысяч, верстальщику примерно 10 тысяч, а в итоге чистый заработок его с вашего проекта будет 15 тысяч рублей. При этом он особо не заморачивается, и его участие на самом деле в этом проекте сводится к написанию функционала магазина и организации рабочего процесса. Кстати говоря, многие студии после получения заказа идут за поиском исполнителей именно на биржу фриланса, так как именно здесь имеется возможность нанять специалистов подешевле, нежели чем платить зарплату своим сотрудникам. И тем самым для студии это отличная возможность увеличить чистую прибыль за проект. Но я думаю, не стоит говорить о том, что дешевле это не значит качественно, а наоборот, скорее всего, работа будет выполнена на скорую руку. Вообще лучше, чем вы сами, для своего бизнеса никто ничего не сделает. Потому что ход для студии, ход для фриланса вы очередной клиент в потоке, работу над которым как можно скорее необходимо закончить и получить очередную прибыль. Поэтому на самом деле, как бы это странно ни казалось, но наилучшим способом создания сайта является самостоятельная разработка на CMS WordPress. Но давайте вернемся к студиям, которые пришли в поисках исполнителей на фриланс. То есть в студии при заказе сайта вы платите, например, за крутой магазин 90 тысяч рублей. Сотрудник этой студии находит на фрилансе дизайнера за 10 тысяч, верстальщика за 15 или 20 и программиста, например, за 15 тысяч рублей. Но кроме того, он потратил еще на привлечение вас как клиента, к примеру, 3 тысячи рублей. И в итоге его чистая прибыль за вычетом всех расходов составит 47 тысяч рублей. То есть эти деньги студия получит за организацию работы по разработке интернет-магазина. Вот так. Теперь давайте подведем итог. Какой же способ создания магазина вам выбрать? Если у вас нет на старте особых денег, которые можно было бы заплатить за разработку сайта, или вы просто не хотите платить внушительные суммы за создание магазина, если вы просто жаждете разобраться в том, как будет устроен ваш магазин, и мечтаете сделать свою платформу максимально качественно, то однозначно выбирайте создание магазина на WordPress собственными силами. Конечно, есть и другие движки и конструкторы, но это такой трэш, что мне о нем как-то даже неудобно вам и рассказывать. Потому что современный уровень развития системы WordPress на голову обошел все остальные бесплатные CMS и различные конструкторы. Но если вы хотите разработать магазин максимально качественно и оперативно, то добро пожаловать ко мне на интенсив. Ссылка в описании. Далее, если вы не хотите особо вникать в разработку магазина на WordPress, и готовы потратить 30 или 50 тысяч рублей на создание интернет-магазина, а также вас устраивает, что вы в дальнейшем будете финансировать все последующие корректировки вашего сайта, если вы не особо переживаете за качество и сроки исполнения, то однозначно выбирайте разработку магазина через фриланс-биржи. А если у вас есть солидная сумма на разработку магазина, и вы не хотите во всем этом возиться, и собираетесь в дальнейшем делегировать управление магазином специалисту, то разработка в студиях это действительно ваш вариант. Вот как-то так. А на сегодня у меня все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Если было полезно, то поделитесь им в социальных сетях. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе полезного контента. С вами был обучающий центр Beelix с информационным проектом записки вебмастера. До встречи на волнах наших эфиров.